Я пока еще чуть-чуть верю, но я вижу, кого завели. Я вижу, что это за парламент. Я вижу, что, по сути, все правительство это агентура влияния чуждая Украине, враждебная Украине. Так звание Соросята. В том числе, в том числе. Но это еще не самое страшное. Намного страшнее представители других организаций, проводники интересов Международного Валютного Фонда. Это не Сорос, это сильнее, это крупнее, это опаснее, это мощнее. И так далее. Всемирного банка. Вы посмотрите, Анатолий, подтвердите мои слова. Только за последний год в виде ОВГЗ набрали кредитов на 500 миллиардов гривен. А всего ОВГЗ наштамповали почти на 1 триллион гривен. Представьте себе, Руслан, это какое отягощение по процентам этого 1 триллиона гривен. В среднем 15-16 процентов. То есть минус 150-160 миллиардов гривен. Минуса только по процентам по этим ценным бумагам. И я резко сделала так, что чем лучше будет экономика працювать, тем больше мы будем сплачивать. Мы всем правильно сказали. Но немного неточные цифры владеют. Дело в том, что за прошлый год государство взяло в долг 4,6 триллиона гривен. Это превышает воловой внутренний продукт страны, ну, где-то процентов на 30. Это первое. Дальше смотрите, что они сделали. Помимо облигаций внутреннего государственного займа, которые они выпустили, они действительно около 500 миллиардов выпустили на эту сумму. Эта сумма превышает в 2,5 раза тот бюджетный лимит, который был определён бюджетом 2019 года. Бюджетом был определён лимит 230 миллиардов гривен за позицию на внутреннему рынку. А они взяли около 500 миллиардов. То есть они нарушили закон Украины, бюджет, это закон Украины. Они его нарушили более чем в 2 раза. Это первое. Действительно, процентная остатка была вначале вообще колоссальная. Она даже не 15-16, а была 20%, и причём полугодовых. Понимаете? И заводили эти деньги вначале не иностранцы, а наши олигархи через офсорные компании. И вот первые выплаты, которые сейчас продашли, 685 миллионов долларов, это, считайте, доход наших олигархов. Это первое. А что я хочу обратить внимание, смотрите, вместо того, чтобы деньги пришли, вот эти все, которые они прилетли, вместо того, чтобы они пошли в реальный сектор экономики, они все пошли в банковскую сферу. И банки украинские вместо кредитования каких-то предприятий реального сектора экономики, они брали деньги, взлали их на депозитные сертификаты Национального банка, вот 14-15% и получали доход. Украина в этом году впервые за всю историю имеет ситуацию, когда банки получили доход в 221 миллиард гривен. Это впервые такое в истории Украины. То есть идёт обогащение одних и обнищание двери, и раздал экономики. Потому что когда экономика не кредитуется, она погибает. Дякую.